итак лифтинг брови с помощью нитей ког это скажем так работа достаточно быстро долго и небольшим количеством нитей мы можем достичь очень неплохих результатов то есть если нам надо поднять под латеральный край брови то коги в данной ситуации намного лучше зафиксировать ткань чем линейные нити то есть в принципе есть и техники фиксации брови с помощью линейных нитей но линейные нити они просто больше как бы фиксируют ткань но практически не приподнимают если мы все-таки хотим немножко кончик брови или брови в целом приподнять то как бы лучше применять коги эффект будет лучше техника такая достаточно чувствительная при постановке брови но сложной можно так не назовешь потому что берутся коги не длинные по длине то есть 50-60 миллиметров обычно этой длины достаточный за кругл и мы ставим точку именно в той зоне брови которую мы хотим приподнять иногда если нам надо и вот эту часть брови чуть зафиксировать и приподнять то мы можем и здесь тоже ставить как бы коги дополнительного парамельного методика такая что мы фиксируем вот эту вот как бы часть таким образом брови немножко приподнимается и фиксируется не спускается тем самым нам иногда удается немножко приподнять и верхнее веко которое часто бывает более дряблым и может нависать но опять-таки приподнять верхнее веко мы можем улучшить ситуацию в том случае если она не сильно нависает если там большая степень все-таки кто за верхнего века то сожалению радикально зафиксировать и поднять верхний веко нам не удастся значит если верхние века действительно сильно нависает то что нам надо подумать о контур операции до подтяжки хирургической верхнего века и это будет намного эффективнее как альтернатива можно так сказать мы можем немножко зафиксировать и приподнять верхние века в том числе вот используя данную технику можно заходить как под кровью если мы хотим большей степени приподнять кровь под волосистой частью брови про колы делать и потом вверх направлении полосистой части можно заходить с зоны волосястой части брови здесь делать прокол и идти вверх и можно заходить выше волосястой части брови все будет зависеть от того, насколько мы хотим приподнять зону, если мы не хотим ее сильно приподнимать, либо оставить на месте, то мы заходим либо с волосястой части головы, либо на это одна методика когда мы сюда заходим, делаем прокол и идем вверх вторая методика мы можем заходить снизу вверх то есть трасса у нас одна и та же Просто проведение кога мы можем заходить, начиная с вверху вниз располагать. И то, и то, в принципе, методика, которая позволяет нам поднять бровь, это уже зубротонально, как нам удобнее работать. Иногда выборы мы делаем, исходя из конкретного лба. Иногда удобнее заходить под бровь или понад бровь, иногда идти сверху вниз. В любом случае мы делаем, там есть насечки в когах, и вот эта часть лба, она будет зафиксирована и просто немножко приподнимет. Если надо приспустить, допустим, немножко ниже ткани, опустить, если мы сильно подняли, то это мы всегда можем сделать без труда, то есть этого бояться не надо. В любом случае мы делаем немножко с гиперкоррекцией лифтин брови. С учетом того, что через какое-то время, обычно это в течение недели-двух, ткань немножко подсаживается, приспускается. То есть пациент обязательно надо предупредить перед началом процедуры, что мы сначала сделаем гиперкоррекцию, будет такой немножко удивленный взгляд, но потом и ткань сама естественным образом опустится, и будет уже вот такой хороший результат через полторы-две недели, как правило. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok